Всем привет, это UwebDesign. Сегодняшний обзор будет про SVG-фильтры. Мы продолжаем нашу большую серию роликов про SVG. Как вы помните, мы уже сняли SVG Basics, SVG Animation, то есть анимации, которые можно произвести с SVG. Он вообще большой получился там на час. После этого были SVG-спрайты про работу с несколькими SVG-изображениями, как их лучше хранить в одном файле, как их удобно подгружать. То есть там тоже несколько таких подробных интересных практик рассмотрено. И сегодня поговорим про еще один важный аспект SVG, это фильтры, которые на самом деле... Многие из вас, я думаю, слышали про CSS-фильтры. И CSS-фильтры на самом деле имплементированы как раз из SVG, потому что CSS-фильтры появились сравнительно недавно, там несколько лет назад, 2-3 года. Ну, может быть, чуть больше SVG-фильтры появились уже довольно-таки давно, то есть там 10 лет и больше назад, поэтому мы можем сразу обратиться к W3C. То есть если мы посмотрим документацию, то, ну, естественно, сейчас активно это все меняется. То есть этот черновик от 11 февраля 2015 года, на самом деле последняя принятая версия, вот ноябрь 2014 года, фильтр Effects. Предыдущие были в 2013 году, там в 2012, то есть этот стандарт на самом деле... Именно тогда и появился первый раз в CSS, а в SVG он был уже очень долгое время. Фильтры это наравне с Blend Modes, которые мы уже рассмотрели в предыдущем ролике, возможность какие-то эффекты применять к изображениям, и не только к изображениям, на самом деле в случае с SVG, но и к тексту, и к любым, в принципе, геометрическим формам, которые у нас в этой графике присутствуют. Вот, поэтому, если вам по какой-то причине недостаточно Blend Modes, хотя, собственно, у них и поддержка браузеров достаточно скудная, и в принципе, то я думаю, SVG-фильтры вам, в принципе, здесь помогут. Давайте сразу, кстати, с этой поддержки браузерами и начнем. То есть мы сейчас будем говорить, ну, CSS-фильтры, о которых я уже сказал, поддерживаются на самом деле далеко не везде. То есть вот в интернет-эксплорерах их нет и не было. В Edge, это браузер, который у нас будет по умолчанию в Windows 10, я, кстати, уже его смотрел, пробовал, да, он действительно неплохой. А вот в нем можно будет флагом это включить. В Firefox уже достаточно давно он поддерживается, то есть там с небольшими оговорками, о которых здесь написано. То есть тоже нужно было флаг какой-то включить. И только URL работает, то есть всякий Grayscale, Blur и так далее, дефолтные CSS-значения функции пока не работают. Но мы, собственно, это на примере посмотрим. Что касается вебкитовых браузеров, то везде все работает с префиксом вебкит пока. Ну, то есть что касается CSS-фильтров. И поэтому поддержка не такая уж хорошая. Если говорить про SVG-фильтры, то они уже успешно поддерживаются, начиная с 10-го E, хотя он как бы, ну, если об E говорить, то ладно, неважно. И Firefox, и Chrome поддерживаются с буквально там первой версии, которую уже почти не используют. То же самое можно сказать про Safari. То есть тот Safari 6, который изначально был только на Mac, которого на PC уже не было, он тоже это все поддерживает на iOS. iOS тоже с какого-то момента. То есть, в принципе, здесь поддержка уже достаточно богатая, несмотря на то, что не везде работают, например, в Safari, когда к DOM элементам через URL применяют какие-то сложные фильтры, они не всегда работают. Мы это тоже сейчас посмотрим на примерах. Но просто запомните, что у SVG-фильтров, ну, прям значительно больше поддержка браузеров, поэтому можно на них рассчитывать в какой-то мере. Если мы продолжим читать стандарт, то изначально мы будем как раз рассматривать вот это свойство фильтр. И оно, это обычное CSS-свойство, которое нужно использовать с префиксом WebKit, то есть там автопрефиксер, префикс free без труда с этим справятся, так же как компас миксины. И у него есть несколько значений. Давайте их назовем и потом попробуем на практике. Blur, то есть здесь, в принципе, понятно Blur, и такое-то значение полностью, ну, не полностью, на самом деле, но примерно как в Photoshop. Brightness, повысить яркость, и значение от 0 до 1 он может принимать, или от 0% до 100%. То есть здесь оно можно задавать в разных единицах измерения. 1 это дефолтное значение, то есть яркость изображения по умолчанию равна единице, и можно ее уменьшать. По аналогии, на самом деле, с Opacity, но только яркость его затемняет в черной, а Opacity в прозрачной. Grayscale это черно-белое, то есть по умолчанию полностью единица, это 100% черно-белое изображение, и между нулем и единицей это какие-то градации серого. Контраст то же самое, по аналогии с яркостью. Drop Shadow это такой аналог свойства Box Shadow, которое мы уже знаем из CSS3, ну, с тем лишь отличием, что Box Shadow можно применять несколько теней, Drop Shadow нельзя. И на самом деле этот фильтр, когда мы будем говорить про сами SVG-фильтры, он является сложением двух фильтров, это размытие, которое применено к маске элемента, и небольшого сдвига. То есть те четыре значения, которые мы сюда передаем, они на самом деле четырьмя входными изображениями значениями тех двух SVG-фильтров и являются. Так, про черно-белое я сказал, Hue Rotate это поворот оттенка на колесе от нуля градусов до 360, то есть ноль это то значение, которое у нас есть, и мы можем поворачивать его по колесу цвета в зависимости от того, насколько хотим. Invert это обратный цвет, то есть мы инвертируем цвета, ноль это дефолтное значение, один полностью инвертированные цвета по отношению к тем, которые есть на изображении. Поистискался Turate очень похож на Grayscale, то есть можно от нуля до единицы затемнять изображение, то есть отчернобеливать его цвета, лишать цветности. Но различие в том, что здесь можно значение больше ста процентов и больше единицы передавать, чтобы перенасыщать цветом изображения. В Grayscale этого делать нельзя. Ну и сепия здесь все понятно, то есть это как черно-белое, только эффект сепии такой обжелтенный, тоже от нуля до сотни можно значение применять. И после ста процентов, то есть тоже можно добавлять, но тут сказано, что User Agents must clamp the values to one, то есть можно их применять, но они не применяются, по крайней мере в данной версии стандарта. Давайте посмотрим их на практике. Я сделал такой CodePen с примерчиками. Я его оставлю, естественно, в описании, ссылку на него. CSS-фильтры транзитятся. В этом их различие между SVG-фильтрами, которые можно анимировать, но транзитить их там при наведении и так далее, ну это сложно, это нужно JavaScript-ом очень много писать. А здесь это работает из коробки, но, как я уже сказал, поддержка браузеров, она все-таки разнится, так скажем. Ну давайте посмотрим. Я вот здесь, кстати, фильтры можно применять сразу несколько, через пробел записывается. У меня здесь в данном случае и компасовский миксинг, но если мы посмотрим то, что скомпилировано, то они точно так же через пробел просто записаны в фильтры, и все, и работают. В данном случае я применяю Blur 5 пикселей, небольшое размытие, хотя может быть кто-то скажет большое, и чуть-чуть уменьшают цветность изображения. То есть вот так это происходит. Сколько у меня там транзишн? 4,4 секунды. Мы можем сделать здесь значение 2,5, чтобы сделать супер насыщенным изображением. Ну вы видите, оно применяется сразу, очень плавненько. Я, кстати, даже не знаю, когда, если есть проблемы со зрением, меняется ли что-то с насыщенностью, но я бы скорее сделал наоборот, то есть чтобы симулировать, что человек плохо видит. Хотя может быть цветность это какое-то отдельное отклонение. Ладно, неважно. Gray scale я уже сказал, то есть значение выше единицы применять нельзя, они просто не будут работать. От нуля до единицы. 1 это полностью черно-белое изображение. Invert цвета инвертируем. То есть здесь можно указать какие-то промежуточные, чтобы слегка инвертированные цвета были. То есть оно тут еще и так тускленько видно. То есть между вот этими белыми. Короче говоря, вы поняли. С сепией здесь все понятно. От нуля до единицы. Кстати, попробуем увеличенные значения. Там сказано, что эффекта не будет. Ну да, эффекта нет. Сразу все рушится и ломается. С apacity все ясно. Это на самом деле то же самое, что обычные сезначения apacity, только ускоренная с помощью GPU. То есть apacity 0 полностью убирает этот элемент со страницы. Да. Фильтры точно так же можно применять по URL. То есть и применять, указывать здесь в качестве значения параметры этой функции URL хэш с ID-шником того фильтра, который у нас присутствует в HTML-разметке. Поэтому мы сейчас перейдем к тому, чтобы рассмотреть, что же такое SVG-фильтры. SVG-фильтры указываются в блоке Devs, то есть Definitions, и с помощью элемента фильтра они указываются. То есть большой элемент фильтра это тот фильтр, который мы будем применять непосредственно к элементу или внутри SVG, или к дом-элементу в HTML. Неважно, хотя поддержка применения дом-элемента в HTML в Safari очень плохая. Мы на примерах это еще посмотрим. И фильтры могут состоять из нескольких примитивов. То есть в данном случае, ну да, кроме того, что у него есть большое количество атрибутов, XY-width-height определяют фильтр-region, то есть регион, в котором этот фильтр применяется. Можно фильтры применить по всей конве, по всей, ну так скажем, SVG-конве. Можно только там левый верхний угол зафильтрить там и так далее. То есть это в зависимости от того, как вам удобно юниты, то есть единицы измерения можно оставить те, которые уже используются в этом SVG-спейсе. В общем, здесь все понятно. Здесь про этот фильтр-region достаточно много еще сказано в этом стандарте. Не обязательно об этом все смотреть. И давайте прибегнем к другому туториалу. Туториал от Джейка Бадженкова. Вот так это скажем. Вот так в блоке Devs обозначаются фильтры. Мы их можем указывать с айдишником, определять место, в которых они действуют. Y-50, Height-40. То есть здесь немножечко края у фильтра расширены, чтобы вот это размытие не обрезалось так корявенько. Их очень часто делают негативными для блюра. Ну и он состоит из многих примитивов. В данном случае FE, Filter Effect, Gaussian Blur. Если мы посмотрим здесь их перечень, то их на самом деле огромное количество. Так, здесь я уже сразу перечисление. Я хочу найти, где они, где они, где они все указаны. Они все указаны, видимо, только в оглавлении. Вот они. Sub-Region, FE Blend, Color Matrix, Component Transfer и так далее, и так далее. Можете поставить на паузу, все посмотрите, лучше перейти с ссылки в описании. Мы рассмотрим некоторые из них. Они такие понятные достаточно. То есть Filter Effect, Gaussian Blur, In, это Input. То есть у всех фильтрных примитивов можно указывать Input, то есть входное значение и Result, которое выдается. По умолчанию Input у всех Source Graphic, но его можно менять, и на Source Alpha, то есть, например, применять к маске Source Background, применять к Background, вот так я сейчас, чтобы не быть голословным, покажу. Это параметр In. Вот он, Source Graphic, Source Alpha, Background Image, Background Alpha, Fill Paint, Stroke Paint. То есть фильтр можно применять не только ко всему, что находится на SVG, но и к отдельным его частям, в зависимости от того, какого эффекта вы хотите добиться. по умолчанию Source Graphic. Здесь, ну, как бы, размытие, какое? Y, минус, да. Фильтры можно, точнее, примитивы, фильтровые примитивы можно между собой чейнить, как в Unix pipeline, то есть значение первого фильтра, точнее, результат первого фильтра передавать на входное значение второго, его результат уже выводить непосредственно там в SVG и прочие всякие вещи, то есть, если мы здесь скажем, что у нас Source Graphic по умолчанию идет в Input, Result выходит в Blur, то потом где-нибудь мы Input можем указать вот этот Blur, то есть, это внутренние ID-шники примитивов, они не выносятся за элемент фильтр, то есть, внутри разных фильтров в пределах одного Definitions можно использовать одинаковые ID-шники, у них не будет никаких наложений, можно даже ID-шник фильтра, вот этого, указывать точно такой же, как один из ID-шников внутри примитивов и будет, когда вы будете в URL передавать Blur фильтр, если бы у нас здесь был Result Blur Filter, он бы весь фильтр использовал. Фуф, вроде понятно, на примере еще будет ясно, можно комбинировать несколько фильтров, в данном случае мы сдвигаем маску, то есть, мы сдвигаем Source Alpha на 3 единицы измерения вправо и вниз, я напомню, что начало координат у SVG находится в левом верхнем углу, в отличие от HTML дом элементов, где находится начало координат в центре, но это, собственно, я в ранних видео уже говорил, поэтому, если не помните, то посмотрите, потом, результат вот этого офсета мы сохраняем в ID-шник Offset 2, этот Offset 2 мы передаем в Blur и Blur уже сдвинутую маску на 3, результат у нас в Blur 2, после этого, если мы не смерчим, после этого нам нужно совместить фильтр, значение, которое у нас вышло в фильтре с оригинальной графикой, то есть, для того, чтобы мы получили после фильтра не просто заблюренную маску, то есть, одну тень от этого эллипса, а получили еще и сам эллипс, нам нужно сказать SVG, что мы хотим Source Graphic тоже совместить, для этого использовать примитив F-Emerge и внутри него вот так в XML, ну как бы, да, обернуть Nesting, это по-английски называется, обернуть несколько узлов нодов, и да, все будет понятно, можно использовать фильтр эффект Composite, я на примере дальше покажу, что это не единственный способ совместить несколько фильтров, и у нас вот будет такое, то есть, мы Source Graphic, и под него мы теньку еще накладываем, то есть, здесь все в принципе понятно, к ней применяем вот этот фильтр, Blur Filter 2 к эллипсу, выходное значение у нас такое, здесь есть еще несколько примеров, я не буду сейчас их рассматривать, потому что в начале вот этого документа нам здесь дан отличный пример, то есть, вот этот вот SVG, вот эта пилюля, обводка вокруг нее и текст, я это реализовал в CodePen, у меня здесь, что касается CSS, у меня тут только центровка SVG элемента самого, чтобы он всегда по центру оставался, поэтому сконцентрируемся на самой HTML разметке, кстати, этот SVG accessible, здесь указан title и description, если вы хотите, чтобы скринридеры и прочие поисковые роботы понимали, что у вас находится внутри SVG, если там не текст, как здесь, здесь, то есть, написан текст, то можно кучей метаинформации приложить, это будет только в плюс, обязательно это делайте и открываем наш блок definitions, ну, точнее, не будем открывать, посмотрим сначала, что есть блок, ой-ой-ой, есть блок definitions, то есть, также есть еще квадрат, квадрат это вот это канва серая с синей обводкой, внутри него есть группа, к которой мы применяем фильтр с помощью атрибута фильтр, если бы мы могли, кстати, с таким же успехом это значение применить с помощью стиля, то есть, вот давайте я его уберу, вот так выглядит это без фильтра, если мы здесь сделаем вот так, source фильтр, двоеточие URL my фильтр, то эффект будет тот же самый, как и от атрибута фильтр, но это так, просто для общего развития, так вот, внутри этой группы у нас есть два пасса, вот этот пасс это обводка, то есть, видите, у него fill none, только stroke, здесь есть еще сама пилюля, как я ее называю, вот этот эллипс внутри, но причем он сделан не эллипсом, а пассом, и внутри есть еще небольшой текст вердана, то есть, с надписью SVG, давайте посмотрим definitions, у нас здесь есть единственный фильтр с аидичником myFilter, юниты те же самые единицы измерения, что у самого SVG space, x и y равны нулю, то есть, от нуля, и width 220 соответствует вью-боксу, то есть, фильтр применяется на всю ширину и высоту вот этого, вот этого элемента, можем сделать вот так, 160, фильтр применяется только вот на эту четверть, ну, вы понимаете, как это работает, то есть, x0, y0, можно сделать это, так, получается, 50 и здесь 40, вот так, нет, не 40, 30, промазал чуть-чуть, маленький, маленькая четверть вот так по центру, то есть, вы можете место, к которому применен фильтр, обозначать как вам угодно, так, сейчас я вернусь здесь, стандартное значение, да, и приступим к рассмотру непосредственно фильтра, вот эти комментарии, которые я здесь написал, это комментарии вот отсюда, я просто их скопировал туда, в CodePen, чтобы, во-первых, мне не сворачиваться, во-вторых, вам потом, когда вы этот пример разбираете, было бы намного понятнее, что здесь происходит. первый примитив, это Blur, Blur использует маску, размывается на 4, сохраняет результат по идишнику Blur, в фильтр Offset, в примитив, мы передаем результат предыдущего, примитива, сдвигаем его на 4 единицы, вправо и вниз, сохраняем это в Offset Blur, после этого к Blur, который у нас был по умолчанию не сдвинут, то есть к теньке мы применяем источник света, у него здесь есть большое количество разных атрибутов, я не буду сейчас на них останавливаться, потому что они скучные, но вы можете посмотреть, то есть здесь у него есть большое количество атрибутов, здесь высчитывается по какой формуле разные источники освещения применяются, какие атрибуты отвечают за какие переменные в этих формулах, то есть нам сейчас для этого видео важно просто, что мы эмулируем источник света, чей свет падает вот так сбоку, и типа от него появляется тень, вот так вот. FE Composite это то же самое, что Merge, только по-другому, потому что Merge просто совмещает два фильтра, то есть она их, грубо говоря, показывает два, а у Composite есть оператор, то есть как именно мы будем совмещать два фильтра. Так вот мы совмещаем Spec Out, который после света, с маской непосредственно изначального элемента. Так, да, это мы делаем для того, чтобы обрезать свет кроме самой пилюли, то есть если я сейчас это закомментирую, а здесь удобно его закомментировать, потому что и pipe называется Spec Out, и result, который мы получаем, тоже Spec Out, то есть вы видите, что свет здесь рассеивается на самом деле по большой области, мы не хотим, чтобы это было так, мы хотим добиться эффекта объема. Эффект объема можно достичь, если мы по маске изначального элемента обрежем этот свет, то есть In это обрезка по маске, если мы сделаем, например, Out, то будет совершенно наоборот. Свет будет только вокруг этого элемента, сам элемент освещен не будет, то есть здесь есть несколько значений этого оператора, в частности, следующий арифметик. Арифметик — это сложение вот этих двух источников по формуле. Формулу посмотрим сейчас здесь. Она тоже такая очень похожа, так сейчас я очень быстро проскроллю до композита. Вот он. Формула выглядит так. Результат — это k1 умножить на i1 умножить на i2, k2 умножить на i1, k3 умножить на i2 и k4. В данном случае мы просто по очереди складываем первый и второй фильтры. На самом деле это то же самое, что использовать мерч. То есть если мы уберем, например, Source Graphic, то мы получим только освещение, вот этот объем и тень. То есть все, что мы применили уже здесь, но без изначального элемента. Если мы уберем второе, то мы получим только изначальный элемент, как несложно догадаться. Да, ну тень, само собой, после этого, потому что она здесь дополнительно еще добавляется с помощью Merge Node. То есть если мы хотим оставить только свет, мы здесь делаем ноль, убираем здесь тень, и вот у нас только свет. Здесь вы можете это все менять, добавлять и так далее, примерно как слои в фотошопе. Ну, собственно, да, наверное, это самое будет приближенное, что есть. Если мы здесь сделаем ноль и здесь сделаем один, то будет такой симбиоз этих двух вещей. То есть какой элемент преобладает, тот и будет усилен. То есть это что-то типа Blend Mode. То есть там, где освещено, там будет оставаться кусок изначальной графики. Там, где затемнено, там он будет уходить в прозрачность. И то же самое с... Да, сейчас мы тень уберем. Останет совсем все понятно. То есть там, где освещено, там остается этот элемент. Там, где не освещено, он уходит в Apacity. То есть, да, типа Blend режима. Типа Blend режима мы вернем то, что было. То есть просто банальное сложение двух фильтров. Вот этот Merge, я уже говорил, что можно совмещать фильтры с помощью композита с помощью Merge. Если мы хотим просто и со вкусом совместить с помощью одной конструкции композит, она будет выглядеть так. То есть сначала мы указываем наш результат. То есть все вот это освещение плюс стандартное значение, после нее тень. Кстати, можно их поменять местами. То есть, ну, это... Сразу тень будет сверху, по бреду. То есть, ну, если вы вдруг случайно запутались и что-то не получается, скорее всего, вам надо поменять местами. То же самое, кстати, и здесь. Если мы поменяем их местами, то тень окажется просто сверху. То есть эти две конструкции, Filter Effect Merge и Filter Effect Composite, они очень похожи, с учетом... Ну, с отличием, что у Composite вот этих операторов их много и можно их по-разному применять. То есть вы понимаете, что на самом деле значение CSS... Не значение, применение CSS-фильтров, оно такое очень-очень безграничное. Поэтому давайте посмотрим на том примере, который мы уже видели, как их применять. Здесь у меня в HTML есть SVG, который я скрыл. Если я не сделаю здесь Display None, кстати, будет такое небольшое, пустое место снизу заниматься. Так, сейчас... Вот оно. То есть это SVG, поэтому нужно его скрадывать, даже несмотря на то, что в нем только блок Definitions, он все равно будет какое-то место занимать. Здесь я несколько фильтров описал, Decaturate, Discrete, Sepia Tone. Кстати, Color Matrix, это очень интересный примитив. Чтобы нам его понять, обратимся к статье на CSS-фильтров про GUI Effect. Мы к ней обратимся и как к примеру, и как к объяснению, как Color Matrix понимаем. То есть, чтобы вы понимали, значение Color Matrix это 5... как это, одинарных массивов, да? То есть, 5 строк по 5 цифр. Да, вот так. RGBA, RGBA. Здесь еще есть плюс. То есть мы, если мы хотим оставить все как есть, то вот такая матрица, это единичная матрица, или как она называется в линии налоги, приточнее помню, она вот оставляет изображение без изменений. Если мы хотим увеличить альфа-канал, например, повысить сильно контрастность, мы его умножаем на 18, ну здесь мы убираем 7 для того, чтобы как-то сбалансировать это все. Если мы хотим, например, сделать какое-нибудь свечение, ну точнее применить к элементу бирюзовый цвет, то мы, допустим, здесь сделаем 0, а здесь там 0,75, и здесь 0,75, то есть G и B. Ну, как вы понимаете, единица это 255, вот так вот. Можно добавлять разные цвета и смотреть, что получится. Да, надеюсь, понятно. Ну, собственно, мы сейчас можем поэкспериментировать вот здесь. То есть, тут несколько значений. Вот, 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 вот и вот. и мы, соответственно, сепию применяем к... Да, сейчас посмотрим, куда, где мы применяем сепия тоун седьмой. Вот, вот к этой картиночке. Вот так она выглядит. Ну, немного не так, как в тех, которые мы применяем дефолтные сепии. Но здесь, на самом деле, сепия тоун это просто название. Это такие фиксированные значения, которые я просто скопировал с другого примера, которые вот так обжелтяют картинку. На самом деле, нет здесь дефолтного такого значения и это просто цвета, которые мы хотим применить. Тут их, тут их несколько разных, то есть, для пятого я применяю, применяю Discrete. Это почти то же самое, что Color Matrix, только мы отдельно к RGB применяем значения, которые могли бы применить. Вот, то есть, безграничные возможности вообще по управлению цветами. Мы можем каждый цвет как-то сильно выделить, какой-то убрать, убавить, все это заскриптить и, в принципе, получить разные визуальные эффекты, которые мы даже потом не разберемся, нахрена нам нужны. Ну, здесь просто блюр, причем в Safari есть артефакты, естественно, по рендерингу, то есть, здесь при скроллинге видно сетку, по которой применяется этот блюр, то есть, ну, вы понимаете, это сетка тех viewbox'ов, которые вот эти вот квадратики собой являют. Здесь дальше применяется вот этот сепи и desaturate это просто затемнение, то есть, здесь color matrix, просто можно тип saturate указать и до 0,4 обесцветить, почти как я делаю здесь, здесь, да, без блюра, то есть, ну, значения очень похожи. и кроме того, что мы это можем применять к html DOM элементам, то есть, как вы видите, здесь это просто figure, в нем image, и мы к этому image применяем этот фильтр через URL, который у нас описан в devs. Как вы понимаете, можно также применять непосредственно фильтры к тому изображению, которое у нас в SVG, то есть, вот эти четыре фильтра у нас применены непосредственно к изображениям, которые у нас в элементе image внутри SVG находятся. Первый это, так, где у нас первый? Вот это у нас первый. Первый это blur, плюс тоже отускнение, то есть, я вот эту сепию скопировал сюда дополнительно color matrix, вот эти значения, и зачинил ее, то есть, вот это subblur, podblur, так я его назвал, и его я в input сюда пустил, в color matrix, результат по умолчанию у нас записался в inline blur, я его применил здесь сразу же через url, через атрибут фильтр. Тут inline turbulence, то есть, это еще такие композиции, turbulence, это, черт, как по-русски, там, ну вы понимаете, distortion, искажения, грубо говоря, искажения, тут можно это все менять, смотреть, то есть, в стандарте написано, как этим управлять, и это искажение я с помощью композита чейню с source graphic, то есть, с тем, который у нас уже с самой картинкой, чтобы ее не потерять, потому что, если я здесь это уберу, останутся одни помехи. Давай, code pen, перезагружайся, ты можешь, да, остались одни помехи, нам нужно еще и само изображение сохранить. Кроме этого, здесь inline matrix, то есть, здесь отдельно она вот так выделена, то есть, здесь сильно убирается, так, где он, вот он, сильно убирается красный, остается только зеленый, и альфа канал тоже один, то есть, оно не прозрачное, если мы здесь делаем альфа канал 0.4, скажем, то оно еще чуть прозрачное будет. Да, вот оно, уходит в прозрачность, вы понимаете уже, как это работает. Посмотрите побольше примеров, я, собственно, их тоже приложу, поэтому все будет ясно. Кстати, вот этот фильтр одинаковый, то есть, вот эта матрица, точнее, вот этот вот компонент transfer, inline discrete, полностью равен тому, который у нас в devs, да, вот он, но рендерится почему-то здесь и здесь по-разному, не совсем понимаю, почему, видимо, сам svg рендерится чуть-чуть по-другому в сафари, но вот такой небольшой баг или фича, даже не знаю, здесь присутствует. Для чего еще это можно использовать в вебе? Ну, собственно, я уже, да, я уже сказал, что мы вот этот пример здесь посмотрим, GUI эффект. Это эффект типа такой жижи, которая тянется, то есть, можно делать несколько таких менюшек, а, кстати, собственно, он здесь их и говорит, да, вот они, менюшечки, они вот так выпадают, но в сафари это не работает, то есть, они, конечно, прикольно все сейчас здесь выпадают, но это, на самом деле, заслуга всего лишь красивых анимаций. Если мы сейчас запустим хром, так, хром, и в него это включим, то эффект будет совсем другой, примерно, примерно, примерно вот такой, то есть, здесь, видите, оно прям такой жижкой все сдвоено. Как этот эффект добивается, как добиваться этого эффекта. К тому контейнеру, в котором это меню находится, на самом деле, просто применен блюр с сильно увеличенной контрастностью, и поэтому на сами шарики он дает такой эффект, что они в том месте, где соединяются, уже они только расплываются. Это, собственно, в этом посте и видно. То есть, если я сейчас этот пост открою в хроме, то вы все сразу поймете, потому что в сафари пока это не работает. Кстати, в посте это написано, что в сафари это пока не работает, то есть, это не то, что я дурачок, это вот, что not all browsers supported being applied to regular DOM elements notably сафари. То есть, если бы у нас вот эти картинки, квадратики были внутри SVG, то все бы работало, как, собственно, оно у меня работает в примере, но тут почему-то не очень. То есть, вы видите, что здесь значительно больше расплывчатости вот этих капелек видно, но это в меню тоже понятно. Так, давайте посмотрим вот этот вот, CodePen отдельно, после него, кстати, увеличивается нагрузка на рендерер, прям вообще по досвидосу, то есть, сейчас вы видите, полностью весь процессор у меня загружен вот этим вот, вот этим вот, я даже сейчас не знаю, как это по-человечески назвать, но здесь два, три фильтра, да, два фильтра, точнее. Блюр большой, то есть, мы его можем просто сделать поменьше, может быть, не так будет все плохо с рендерингом, но тогда и эффект будет не такой красивый, здесь они разделяются, да, сильно заблюриваем, потом результат заблюренности, еще и увеличиваем контрастность, то есть, вы видите, здесь, если мы это, черт, зря я Enter нажал, какая-то беда сразу приключилась, если мы эту матрицу вот так разделим, как мы привыкли на примере, то видно, что здесь сильно увеличен альфа-канал, 18, чуть-чуть сбалансирован, то есть, контрастность увеличена, и после этого два этих фильтра еще и совмещены, если я сейчас, как же это сэмулировать бы, давайте я сейчас не буду совмещать Source Graphic, оставлю только Go, вы увидите, какой фильтр применяется к элементу, то есть, настолько увеличен контраст, что в принципе уже даже ни хрена и не видно, и мы Source Graphic как раз достаем для того, чтобы циферки было видно, если мы еще уберем Color Matrix, то мы увидим, что просто все очень расплывчатые, вот, вот, то есть, только из-за этого такой эффект получается, ну и давайте еще последний, симулируем кусочек, то есть, вернем Go, так, точнее не Go, Go у нас здесь нет, а нет, есть, да, все верно, нет, нету, сейчас я сделаю Blur, вот так вот, то есть, совместим, ну да, да, тут примерно то же самое, если Input не готов, то он просто берет тот Input, который от фильтра получается, то есть, вот так, если мы не увеличим контрастность, все типа размыто, а если мы ее увеличим, то будет такое ощущение, что шарики переходят друг в друга, но повторюсь, у меня по-прежнему процессор загружен на все 100%, то есть, ну, эта техника, она, конечно, крутая, но с перфомансом у нее точно есть какие-то проблемы, у меня вон, аж Cloud Pen не хочет перезагружаться, ну, давай, старик, ты можешь, я же здесь блюра ставил, это я уж сам туплю, к концу ролика уже начинаются затупы, так вот, давайте посмотрим еще примеры, какие можно с этим, с этим реализовать, ну, кроме того, меню, которое я уже показывал, там у этого чувака, забыл, как его зовут, неважно, он, по-моему, он там везде пишет, кто он, да, Lucas Beber, он сделал несколько таких вот прям менюшечек, которые вытекают друг из друга, это все понятно, есть еще, нет, зря я открываю в сафарях, в сафарях может не работать, поэтому я для верности буду показывать в хроме, но здесь есть анимация и текст трясется, и на самом деле иногда он в сафари тоже трясется, но почему-то не всегда, может быть надо, ага, вон трясется, трясется, то есть вот так вот, здесь идет смещение по этой, по турбуленс, он меняет на несколько пикселей и переключается между фильтрами внутри анимации, то есть здесь тоже ни хрена особо сложного, но, как вы видите, на 100% опять все ядра загружены, непонятно на хрена такое реализовывать, но, видимо, без этого никак, фильтр showcase это еще больше, чем у меня в примере, но половина опять же не работает, причем в некоторых браузерах, то есть если у меня здесь работает в сафари, вот эти я здесь выбираю, здесь несколько разных фильтров, можно применять, то в хроме почему-то, а, точнее в файрфоксе, в файрфоксе не работает точно, но это впрочем фиксится, поэтому не важно, здесь я все ссылки оставлю, можете посмотреть, то есть здесь огромное количество этих фильтров, displacement map, то есть опять же, можно менять цветовые каналы друг между другом, накладывать еще дополнительное turbulence, ну в общем, делать всякие непотребства, мне очень понравился вот этот фильтр, сейчас покажу, точнее не фильтр, вот этот паунт, назовется blurred background, то есть здесь внутри вот этих вот элементов, оно типа заблюривает тот бэкграунд, который внизу, на самом деле, на самом деле, это обман зрения, здесь реализован совсем по-другому, то есть под каждым вот этим контентом находится псевдоэлемент before, кстати где он, вот он, section before, у которого тоже есть бэкграунд, как у бодика, и он тоже по полностью ноль в ноль, край в край сделан, то есть да, абсолютным позиционированием, и именно к нему приложен блюр, и грубо говоря, когда мы скроллим, только под этим section виден этот псевдоэлемент, поэтому на самом деле это симулированное значение, то есть оно только для, для картинок справедливо, полный сделать блюр, как в интерфейсах Apple, будет значительно сложнее, но тем не менее, получилось очень неплохо. Так, сейчас еще парочку покажу, и буду уже заканчивать с этим роликом, а то он затянется сильно надолго, ну вот тут, вот тут примерно то же самое, как с тем дрожащим текстом, то есть здесь внутри, да, где оно, здесь внутри фильтра анимация меняется, с помощью элемента animate, да, смотрите ролик, про SVG animation, в котором я про смилу рассказываю, как тоже внутри анимировать разные атрибуты, значения, 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 все уже, значения и секунды, на которых это все происходит. так, и последний, это шрифт, то есть там, чуть-чуть развернутый шрифт, плюс к бэкграунду, то есть, ну да, чтобы вы не путали, здесь вот этот вот бэкграунд, можно у боди убрать, так, не тот убираю, mean width, вот, вот этот можно убирать, и просто, там, немножечко с прозрачностями, немного перевернуто, немного накручено текст, то есть это на самом деле обычный гугл шрифт, и им написано слово petrol, и к нему применено вот так куча эффектов, можете посмотреть, то есть здесь turbulence, color matrix, morphology, convolve matrix, большое количество разных всяких значений, это все можно посмотреть и здесь в стандарте, и мы в паблике, вот на момент записи этого ролика, сегодня это у меня, была, вот выложена книжечка от Arrayl, SVG Essentials, тут почти 350 страниц супер крутого текста про SVG, то есть там и про фильтры целая глава, и про анимации, и вообще про все, то есть это, ссылку тоже оставлю в описании, можно делать кучу разного, так, сейчас я здесь все посворачиваю, и буду заканчивать, в общем, это были V-Web Design, продолжаем нашу серию роликов про SVG, может быть, еще про что-нибудь получится записать, может быть, какие-то конкретные фильтры еще разберем на примерах, не знаю, как пойдет, подписывайтесь на нас во всех соцсетях, в Twitter, в Facebook, на Вконтакте, в Instagram, слушайте наш подкаст по понедельникам, он и в iTunes, и на YouTube есть, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, и всем удачного дня, пока!